Нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковном Ногинске в рамках спецоперации. Трудились они честно, шили одежду в цеху, расположенном в местной промзоне. Вот только документов, разрешающих находиться на территории России, у них при себе не оказалось. Где теперь подпольные труженики и что грозит тому, кто взял их на работу, узнал Никита Васильев. Made in Ногинск. С легкой руки вьетнамских кутюрье эти белые хлопковые заготовки превращались в ультрамодные футболки, толстовки и платья. Готовая продукция на любителя. Даже когда коллеги общаются с полицейскими, работа кипит. Жили мигранты тут же. В одной комнате 20 человек. В экстремальных условиях. Главное успеть к холодильнику. Он тут один на всех. Повсюду разбросаны личные вещи и полная антисанитария. Видимо, все же скучали по солнечному Вьетнаму. Ели исключительно палочками. А вот и местный текстильный магнат. Вьетнамцев, рассказывает, просто пустили пожить. А здесь вот, в данном помещении, что происходит? Ну, сначала, как пасекло, потом я хотел, чтобы начали. Как начали, так и закончили. Без документов путь у мигрантов один на родину. В отношении 20 иностранных граждан составлены административные протоколы. На нелегальных мигрантов наложен штраф в 5000 рублей, и они выдворены за пределы России. Собрав заработанное непосильным трудом, они отправились в отделение полиции. Каждого внесут в базу данных. Путь в Россию им закрыт. Организатору производства грозит реальный срок до пяти лет. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде. Главное, чтобы вновь не пустил кого-нибудь пожить в пошивочный цех. Никита Васильев, Матвей Шестаков, ТВ-Центр.